Слава Иисусу Христу! Слава Богу Святому! Дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую в Санкт-Петербурге! И накануне суда надо мной, который здесь состоится в Петербурге 5-го числа, в понедельник, в 15.30, Фрунзенский суд. Кто петербуржцы, кто будет в Петербурге в понедельник, то, пожалуйста, можете прийти, разделить со мной радость гонений, потому что, когда нас гонят христиан за Слово Божье, за истину, то мы блаженны и действительно вкушаем великой радости. Иисус говорил, что радуйтесь и веселитесь, и награда ваша велика на небесах. Слава Богу! Конечно, особенно молимся в эти дни, я лично молюсь особенно за гонителей, за саму Яровую, с чем именем, с чьей фамилией сегодня связывают гонения в России, потому что закон, беззаконный закон, принятый здесь у нас, он, конечно, весьма-весьма просто суров, и нас, христиан, называют террористами, потому что это поправка к террористическому закону там и прочее, прочее. Ничего оно не от нового. За два тысячелетия мало что изменилось. Мир по-прежнему, он в воскресе лежит, и плеветник по-прежнему плевещет. Но сердца святых исполняются радостью. И я приветствую всех святых, верующих разной конфессии, динаминации, всех любящих Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Благодарен Богу Всемогущему за это все, за происходящее сейчас в эти дни здесь. Благодарен Богу за благодать, данную мне как священнослужителю, как реформатору. С миром Божиим всех благоставляю во имя Христа Иисуса. Аминь. Из города Санкт-Петербурга Сергей Журавлев, архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Третье сегодня сентября, суббота, шаббат, день Господний 2016 года. И так совпало, что сейчас как раз начнется новомесячье уже, месяца Элун. Вот, и сегодня завершение месяца Ав. Завтра уже первая Элун, Элула. И меня судят месяц Элул. Это может быть такое совпадение, но очень интересное. Месяц такого суда, знаете ли, я знаю, что пристану перед судьей в понедельник. Но боюсь Бога, потому что я пристаю перед судьей всемогущим. И земной судья, который будет меня судить. И мы будем предстоять в понедельник 15-30 пред лицом всемогущего судьи, Бога нашего. Творца неба и земли, который сотворил всех нас. Который мы живем и движемся и существуем. Я очень благодарен Богу всемогущему. Очень люблю Небесного моего Отца, моего Папу. Очень благодарен Ему за все годы, которые Он отверил мне прожить на этой земле и послужить Ему. Слава Богу! И благодарен Богу за даже гонителей даже. И молюсь о том, чтобы гонители, хулители, те, кто вольно или невольно, по доброй воле или просто по долгу службы, работы, оказался вот на стороне тьмы и зла, да помилует им Господь, да простит, да помилует. Я лично со своей стороны прощаю, конечно же, как христианин, как православный христианин, как архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя, как обновленец. Я благоставляю и молюсь о том, чтобы да не вменит им Господь греха, ибо не ведут, что творят. И те, кто вольно или невольно гонят христиан, они не ведут, что творят. Пусть Бог благостовит их. И прошу подвязаться в молитвах о гонителях, также не только о друзьях, не только о тех, кто на стороне Христовой, будем говорить, на стороне Божьей или в теле Христа, но и тех, кто за периметром пока еще Царства Божьего. Может быть, та же самая Яровая, которая сейчас ассоциируется именно с гонениями на христиан, и злоба которой вылилась именно, знаете ли, через нее злоба дьявола вылилась на уже сотни, тысячи верующих разных конфессий. Знаете ли, может быть, она вскоре будет тоже проповедником, может, она тоже будет сама миссионером, дай Боже. Потому что, если она искрена, если не корости ради это все, не ради какой-то такого гордыни, а вот, ну, хотя Бог может все изменить, конечно. Но обычно, если человек, он искренне, как Павел, допустим, был гонителем, значит, то Бог может его развернуть как раз, ее может развернуть Яровую и стать, и сделать ее именно проповедницей, истинной проповедницей правды, дай Боже. Здесь, допустим, в Петербурге есть Ольга Гольникова, проповедница, да, да, много других женщин, которые сегодня несут Слово Божье здесь. Удивительно, молятся, молитвенницы, слава Богу. Пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья. Аминь. Мир всем. Салом. Саббат шалом. Аминь.